Приветствую вас, давайте я намечу вам некоторые такие моменты, да, чтобы вы немножко подумали, немножко, так сказать, структурировали то, что сейчас происходит. Значит, вы пишите, что жили вы с женой 21 год, это довольно большой срок, 21 год это много. За это время многое могло измениться, причем многое это мягко сказано. По сути, вы могли сами стать абсолютно другими людьми, поэтому вопрос к вам, именно вопрос к вам, будет звучать примерно так. Итак, что вас объединяло с вашей женой и объединяло ли вас что-то? Это первое, да? То есть, по какой причине вы были вместе. Дальше, вы пишите, я изменил, опять же, измена, это не то, не то, что происходит в футболе. Получайно, спонтанно, если была измена, значит, что-то, я думаю, поспособствовало. Значит, в чем-то вы были неудовлетворены. Поэтому, нужно с этим разобраться. Разберитесь сами, да? Ну, подумайте, поразмыслите, как следует, почему вы изменили твоей жене. Только не нужно, да, там, обвинений каких-то по отношению к себе, чувство вины и прочее. Нет, именно просто вот разберитесь, почему вы изменили, что вас не устраивает. Не устраивало, по крайней мере. Дальше. Следующий момент. Помирились. Пишите вы. Как? Как вы помирились? Как произошло примирение? Это очень важно. Потому что, если примирение действительно было, то должны были быть какие-то решения выработаны. Что вот, да, мы с тобой помирились, но у нас там, к примеру, есть ряд проблем. И этот ряд проблем нуждаются в корректировке. Поэтому вопрос заключается в моем следующем. Как произошло примирение ваше? Что оно из себя представляло? И какие были выводы, сделанные вами? И решения. И решения. Принятые. Какие? Были. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше. Вы пишите сейчас, даже слушать не хочет. То есть, вы помирились, а потом что-то произошло. Что? Надо это понимать именно так, я полагаю. Вперва вы помирились, потом что-то случилось. Что ее опять оттолкнуло от нас. Вот. Подумайте, что это могло быть, что оттолкнуло вашу жену от вас. Ведь кроме, кроме вас самого, этого никто не знает. Не знаем этого и мы. Поэтому проанализируйте, спокойно сядьте и подумайте. Дальше вы пишите, что вам необходимо вернуть семью. И у меня вопрос. Зачем? Почему вы хотите вернуть семью? Чего вам не хватает, что вы хотите вернуть семью? Это очень важный момент. Подумайте о своих желаниях. Которые у вас есть. Вот. Подумайте об этом. И подумайте, насколько справедливым является ваше поведение, которое нацелено на возвращение семьи. Сейчас. Вот просто определите за себя. Ваше поведение. Быть может, вам самому чего-то не хватает. Вследствие чего вы активно пытаетесь свою женщину вернуть. Но, чтобы ее вернуть, на мой взгляд, нужно все-таки сперва рассмотреть именно ваши проблемы, которые у вас, безусловно, есть, но просто потому, что вы ей изменили. Средизмены, в данном случае, это показатель, по сути, показатель того, что вам необходимо. И если на это внимание не обращать, то это не обращать внимание на свои желания, то в дальнейшем все может быть хуже. Для вас, конечно. В том смысле, что вы опять столкнетесь с проблемами. Ведь нацелены вы сейчас, как я понял, не на свою женщину, а на себя. Вам семью нужно вернуть. А если она, к примеру, нельзя хочет возвращаться к вам. Что тогда. Понимаете? Поэтому здесь вот, примерно, такая история. Я надеюсь, что вам это понятно. И надеюсь, что вы обратите внимание на эти аспекты. Если захочется разобраться подробнее с этим, то вы можете обратиться в личку. Мы вам с радостью поможем во всем разобраться и подскажем, как вести себя, к примеру, дальше и что вам делать. А если уже вы обращались к эзотерикам, то есть вам хотелось, ну вам хочется, к примеру, погадать. А если вам хочется, чтобы вам погадали, то тогда вы немножко ошиблись разделом, потому что психологи не гадают. Вам нужно обратиться в другой раздел. В соседний. Ну а на этом все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ВЫСТРЕЛ